ты так да не так ну на давай ты лучше сделаешь знаешь они там что все время тарахтят дубль 1 блин, она прилипает ты что, дубль 1 дубль 1 складываем ты снимаешь уже все? хорошо хоть доски дал, петли не дал я уже 17 секунд сниму на улице лето, а я в той же кофте как зимой господа, можно сначала я может туда перестанешь? убери пальцы вот один с карандашом я забыл ну ладно я уж привык к нему, он пригрелся карандаш ко мне что стоим, кого ждем всем здравствуйте, вот и все таки мы кое как дошли доползли до третьей части нашего влога по строительству дома Афрейм дата сегодня? офигенная дата конец лета, начало осени уже осень хотели все это делать можно было и быстрее, но мы медленно, но уверенно у нас летом была очень активная деятельность и мы не могли так как из того что все свободное время мы отдаем теперь севера wellness даже немножко забили настройку этим летом даже я забил настройку из-за соберенвел нас ну да ты вообще забивал да вообще забивал интересно меня слышно? ну там где-то издалека но все таки нам есть что вам показать в этой части и не только показать, но и рассказать давайте начнем потихонечку что у нас было сделано с того момента когда мы сняли вторую серию про влога мы утеплили а можно, если меня не слышно я буду задавать вопросы, а ты отвечать будешь но отвечать будешь тем, что я спросила ну давай попробую вот только сейчас секунду перебью по батарейкам там все все хватает вот раз мы не прервемся не прервемся так мы остановились зимой на том что закончили каркас обшили его и внутри у нас было лысо, холодно и пусто был чисто каркас и крыша и ветер гулял да, ветер гулял между стенами в данный момент у нас дом полностью на 95% можно сказать смело утеплен ну да обшит пароизоляцией финка можете смотреть вот эта синяя часть это пароизоляция финка мы остеклили дом полностью будем по ценам говорить или нет, Тань? стоп-кадр пока по брендам то вот ничего если называем ничего страшного это как бы это мой выбор пленки и мне никто за это не заплатил ну и соответственно первый этаж мы полностью можно сказать практически подвели под финишную отделку да, не прыгай а то пол право поворачь потом прыгнешь да? не надо Саня а то это правда не пугай не стоит только ходить надо ну и соответственно вот обрешетку сделали межэтажного перекрытия свежие из построенного мы сейчас делаем на данном моменте фасад фасадом делаю начинаем сейчас с веранды веранду чуть-чуть мы не доложили так как Димка неправильно посчитал доски уточни какой Димка Димка тут несколько Димка я вот Татьяна Павловна показывает наш фасад это будет в ближайшем времени у нас фасад отделываться имитацией бруса двадцатой доской считается будет покрашена лазурью в белый цвет а вот опять я веранда будет у нас покрашена хотя у нас с одной стороны мы вам потом попозже покрашем веранда будет покрашена в цвет крыши и композиции дома будет состоять из двух цветов из белого и я не знаю цвет крыши так как это может какой цвет крыши да там непонятный цвет что к сожалению я коллировал лазурью в Leroy Merlin хотя я по пробнику полностью нашел идентичный цвет с крыши и пробника но в итоге по факту да по факту совершенно цвет другой получился у нас после покраски два цвета ну это строительство станет тут нечего изменяться я так прибрался вот вот и цвет очень разительно отличается от цвета крыши я не знаю почему так это получилось у кого кто кто в теме ответьте пожалуйста почему так получилось когда ты с пробником идешь в магазин Leroy Merlin и по коллировке находишь идентичный цвет но в итоге получается очень разные оттенки что ты хочешь Татьяна Павловна сказать а то я все говорю говорю надо и кстати дать слово нашему артихектору но он не обижается поэтому я так говорю Александру он непосредственно полностью включен в процесс стройки ведем так сказать да меня уже меня уже огорошили то есть ленточку будешь ты отрезать затягать тут закроем на неделю и еду в окно будем забрасывать за место кошки мы впускаем зайка заходи заходи да давайте мы сейчас немножко проведем небольшой такой неполноценный ром тур да мы сейчас вот поднимемся да чем мы утепляли полы а не а вот это у нас было пусто вообще здесь не я почему хочу показать второй этаж ага потому что там как раз вот наполовину у нас не достроенная у нас смотрите идет пирог первого этажа был ну вот смотрите там будет уэсби ветрозащитная мембрана минеральная вата пароизоляция и обрешетка доска дюймовочка ну да направляющий для подслойки да потом на эту доску мы укладываем фанеру 18-18 миллиметров пойдем второй этаж доски обязательно были пропитаны огнебиозащитой лестница выполнена времянка то есть это даже не основа и не база выполнена для того чтобы удобно было строительство подниматься и опускаться опускаться материал переносить да мы используем как на веранде мы полностью обрабатывали все что используется деревянное с ежем и профилуд чтобы не было плесени почему именно эти бренды сами почему эти бренды это рекомендации специально не буду прямо вот настаивать на рекламе одна из скажем так условно золотых середин ну скажем то и финансовые полосы цена и диапазон да цена качество и гарант может конечно что то и покруче не буду перечислять да ну в пределах вот таких вот картин вот еще должен заметить кто будет говорить что нафига вы зашили пленкой вот это вот свое оно будет так далее там потеть Дмитрию это было все озвучено фишка в том что можно и так все оставлять при этой финке но я ему сразу сказал при таком раскладе очень грамотно и заморочено нужно все будет производить с вытяжкой с приточкой вытяжки вентиляции то есть это для тех критиков да кто говорит что ой да там почему не вопрос если провести неверно то это потом может все плакать нечь ну я просто расскажу вообще не в теме да и кто не понимаешь такое представляете каркасный дом это термос который не имеет входы и выхода грубо говоря он герметичен очень герметичен и для того что чтобы жестко пугает чтобы жить комфортно человеку в этом доме нужно правильно грамотно спроектировать вытяжной и притяжи как притяжи точно вытяжную вентиляцию вентиляцию правильно вот и мы это будем использовать и вам показывать уже наверное в четвертой серии как это реализовано в этом доме грамотно просто элементарно давайте пойдем на второй этаж и покажем как у нас не достроен второй этаж именно пол дайте немножко технику фото видео уберу еще покажем убирает вот обратите внимание обрешетку у нас вот если вы видите под обрешеткой черные полосы это такой незначительную прожженная демпферная лента для чего она нужна так как все применено по изоляции в пленке она как раз служит скажем промежуточным компенсатом ну это даже желание да по несущим балкам прошита и уже обрешетка через нее зафиксирована к балкам перекрытия пойдем оператор снимаешь вот мы пошли до второй этаж и теперь вы можете прекрасно посмотреть как мы исполнили утепление наших стен это минеральная вата толщиной 10 сантиметров плотность я уже не помню какая но ты уточнишь что 10 это только в этом слое суммарный расчетный слой здесь по факту два слоя утеплителя идут в шахматном порядке в лесенке вот таким же макаром у нас уложен пол пойдем поглядим вот он все то же самое вот здесь еле минимальное количество вот а можно поднять ее а зачем поднимать да не надо поднимать я не делала да на этот пол будет уложена мембрана также обрешетка и фанера уже готовая на пол 18 миллиметров а мембрана та которая на первом этаже такая же ну да да плюс минус тут без разницы пол у нас вот немножко не готов и кстати вот можешь сходить посмотреть показать людям у нас какая будет как бачевая окошко со вторым светом Стас можешь показать? тут так как открыто улицу показать это цветовое также много подписчиков задавали вопрос как вы утеплили или как вы побороли тот момент выполнили решение выполнили решение в виде утепления или как закрытия герметичного закрытия балок балок я же не знаю как прожить показать ну вот проклеенные швы лентой то есть по пленке и вот непосредственно каждая балка зелененьким это джут джутовое полотно ленточка который был как раз при стадии введения возведения каркаса деревянного ну да прокладка мостик холода изоляция от мостик холода в этой комнате будет реализован второй свет к сожалению наверху да тут мешает да и вы можете тут представить что на втором этаже мы можем спокойно смотреть лежа на кровати сам конек этот стик не показать то нет не показалось к сожалению нету вот а сестра уже с другой стороны в другой комнате я закрою уже будет потолок с выходом у нас есть три два с половиной этажа у нас будет считаться или три не полноценный этаж ну этаж матросовка да я на матросовке буду жить да на матросовке я буду уже забил мне место ты говоришь Саня будешь на третьем да у нас комната будет приблизительно около шести метров в длину и метр восемьдесят в шарину да 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 это прям очень длинная такая комната где можно спокойно спать до трех человек да разместить это матрасы по одной части стены восемьдесят на два метра матрасы и спокойно три человека могут там спать уже практически это было испробовано ну когда утепляли в горизонт ложились попробовали пожалуйста то что ты говорил только ответь моим вопросом потому что непонятно слышно меня или нет давай поближе встань пока готовились Саша рассказывал что буквально с помощью конвектора температуру поднял попробуй да кстати вот я провел эксперимент у нас есть конвектор который стоит на первом этаже он двухкиловаттный и сейчас у нас погода немножко после жары прям опустилась до тринадцати градусов до десяти тринадцати где так и в течение тридцати сорока минут когда я включил на полную мощность двухкиловаттный конвектор в этом доме ощутимо прям на градусов пять шесть поднялась температура в пользу в плюс я был разительно удивлен этому эффекту но с этим плюсом есть большой минус когда я открыл окошечко все это тепло быстро как шарик сдулся дом не имеет еще пока такого аккумуляционного эффекта ну совершая набирает аккумуляционное тепло чтобы набрать тепло и отдавать потихонечку внутри помещения тут пока этого нет он как бы быстро набирает ну и быстро выстужается вот у меня есть к вам предложение да снять с вас ботиночки сейчас размечтов и проверить крепкость веранды чтобы там посидели на краешке перед этим перед этим процессом хочу зрителей обратить внимание вот на эти две направляющие это задумано специально дима здесь в дальнейшем сделать планировать гамак или качели и будет раскачиваться до тех пор пока они не оторвутся это шутка на самом деле это просто подпорки временные до сих пор не убрали так что если кто-то обратил внимание это никакого отношения не имеет к дальнейшему интерьеру посмотрите первую серию нашу влогу по строительству от этого дома и вы можете увидеть когда строился каркас дома я снимал на квадрокоптере вот этот самый именно каркас вы могли бы заметить вот это каркас усиление каркас усиленный каркас но это время это не то что усиленный для облегчения сбора в самом начале в первых роликах я точно помню мы говорили что в этом на этом объекте не применялась никакая техника в плане краны подъемники то есть работа вся была ручная то есть ребята прям поэтапно все поднимали монтажными элементами позициями вплоть до конька ну и вот как раз это и есть вся та временная это элементы остатки рам пережиток былого ну да никак тебе что-то руки не дойдут чтобы это демонтировать в принципе все я тут демонтировал осталось только 2 балки двухсотых доски не знаю почему у тебя есть вопросы то что было до и что сейчас какие вопросы если мы второй этаж показали первый раз мы не показывали ну тут далеко наверное что-то от нас ушло первый раз мы не показывали ну у вас как раз еще не был так вот готова плоскость как таковая сейчас уже учителя тут одна пауза нажать и понять ну да ну что товарищ артифектор садись на краешек будем крепко проверять на краешек чего ну вот сюда попали да ну заметь это монтировал твой муж так что проверяем его работу на прочность это пальцем мониторная закрываешь ну смотрите изначально сейчас мы расскажем так погоди смертельный номер он бурабанная дробь он больше не встанет оттуда а он похитил смотри как сел у него перемочка если честно ну вот как мы могли заметить доска брус 200 на 50 был обработан сенежем и биопров он смотрите у нас цвет изменил он такой благородный какой-то ореховый цвет был пропитан основательно и не по разу у нас кстати можете смотреть остатки плесени ноль дерево чистое так пол мы шпунтованный сначала обработали текурила праймер это не праймер по-русски называется грунтовка для дерева можно сказать рекомендую очень хорошая штука расход маленький вот мы сначала пол обработали вот этой фигней а по краю а потом сделали так а потом сделал так и протерли а за цвет пола вот у нас отвечает вот такая вот лазурь фирма в 33 вот то что тебе колеровали да а давай банку откроем или мы не сможем ее сейчас а зачем а вот ты можешь смотреть вот по крышечке но здесь она синеватая вот в том то и интерес смотри вот она в этом цвете синего можно когда покрасишь деревянное покрытие она становится в совершенно другом оттенке а вы в Liro когда колеровали пробовали на язык пробовал да до вкуса хлебнул голоточек да не надо зачем то есть смотри ты колеровал вот такой цвет да вот видишь вот с этой стороны да не с подсолнечной он против солнца зря смотришь на солнечной стране ну хорошо другой цвет от освещения тоже много чего зависит да ну слушай я вот не знаю ты тут тоже два раза больше это все проводить конечно обязательно это может быть темный да да там он будет темный пусть темный серый так эти строители уже что-то обсуждают ну да на вкус пробуем по моему неправильному подсчету к сожалению не досталось 10 палочек и еще перебью рулетка далеко от тебя до него уже докуплена завтра будем продолжать стройку сейчас я принесу давай слушай к стоимости работ наверное да если заходить то вот только вот эти 10 палочек ну это нормально зачем заходишь рост померить свой хотел наш александр хочет вам что-то нового да нет я просто смотрю у меня глазами разбит или нет ровно здесь палочка сюда уходит без остатка ну получается что мне с тобой да нет я сам просто что да ровно ровно да александр он проверяет за тобой ну да что просто ну немножко такой есть обман зрения что вот как будто здесь чуть пошире а туда чуть поуже немножечко а так все миллиметр в миллиметр могу честно вам признаться сказать Дмитрий Юрьевич молодец мне очень тебе очень непонятно почему такое идет ценообразование на деревья особенно в республике Мордовия вот представьте вот эта веранда построена размером 3 на 70 с половиной метра и плюс входная группа семь с половиной на один метр да это у нас вышло вышло за сто десять тысяч рублей всего лишь ничего полы и деревья и рама да обрешетка у нас обычное дерево не камерные сушки не строганы обычные вот ну сыромятка так называемая сыромятка да мой разум не воспринимает такое ценообразование я правильно тебя понимаю тебя вопрос почему такое ценообразование да товарищ что я тут могу сказать не поняли да это Россия ну вот только смеяться остаются вот просто таких цен можно я наверное сниму Ну деваться уже поздно, куда надо. Ввязался в войну, надо все-таки ее добивать. Фигня, война, главное маневры. Если бы мне сказали, что я попаду именно на такую растрату, я бы, наверное, подумал дом построить из пеноблок. Керамзита-блок, да. Тебя уговаривали зимой. Нет, Татьяна, если по-честному, я вам прям не то, что уговаривал, я вам объяснил вариации. Я не говорю, что это фигня или что дом. Дом замечательный, идея интересная, быстровозводимая. Но, как практика показывает, в жизни ничто не вечно под луной. Ничто не вечно. Это я повторяюсь, не останусь, повторяюсь. Поэтому, в принципе, очень интересно. Быстровозводимая, да. Не то, что хотели строить, вы именно это захотели. Это Димин личный жизненный опыт. Человеку это нужно, ему понравилось. Почему? Нужно реализовывать и понимать. Опы в обувь 5 миллионов, да, не надо мне такого подразумевать. Но, тем не менее, ты уже сделал этот выбор. Слушай, ну, под итог, дом без отделки участка, без мастерской, со всей мебелью, миллионов под 8 лет. Я очень надеюсь, когда мы достроим этот дом, и он будет стоять, ну, как минимум 50 лет. Хотя бы на мой век, чтобы хватило. А дальше, дай бог. Сносите гибель на мой век. Ты материшься, зачем ютуберщик можно? А сейчас можно. Пип-пип-пип. Давай, ты такая. Пип-пип. Да поздно уже. Ютуб можно. Раздышает. Или можно там фоу. Что мы будем сейчас в ближайшем у нас что делать? Сейчас в срочном порядке пока теплая погода и ясный солнце. Возьмем по пиву и пойдем немножко перекурим. Мы будем делать фасад имитации бруса. Возможно, я это говорил ранее. Да, будет сделано из имитации бруса. Двадцатки покрашены лазули в белый цвет в два слоя минимум. Пока Дмитрий говорит, к этой теме добавлю, что это еще не конечное решение. Здесь как раз вот о чем мы и говорили. Будет еще слойчик доутеплен. Утеплитель также ватый каменный. Будут направляющие выполнены. И вот только уже по ним после будет финиш. Боюсь, видите, раздавать будет. Микрофон еще, кстати. Финиш. Девочки посылают. В четвертой серии, наверное, мы будем делать уже более короткой. Не, зимой. По приезду, наверное, в декабре мы уже будем снимать четвертую серию. У нас с тобой октябрь, а 5 раз езд много. Да, да, да. Поэтому целый алтарь месяц. Вы дождетесь Санта-Клаус, он приедет. И как раз вместе с ним, наверное, завершающие сделаете. Не, ну мне обрады и нет. Отрастешься. Я специально микрофон закрываю, чтобы не задувало. Все, да. У меня уже ноги замерзли. У тебя, смотри, ты вообще босиком. Так что, у вас соседи больше обувь не воруют? Как в прошлый раз. Вот, кстати, можете посмотреть. Вот этим конвектором я проводил испытания на 2,5 киловатт. Я включал на некоторое время и он существенно обогревал дом. Заметно прям вот, очутимо. Не побоюсь я так сказать. Ну и инструменты, это у нас компрессор, который прям очень-очень сильно помогает нам в строительстве. У нас есть как краскопульт, что мы им обрабатываем все дерево. У нас есть гайковерт пневматический. Пневмомолоток. Да, вот я могу. Ну, не, ну, как бы, можно сказать, вся оснастка, которая нужна для пневмоинструмента, у нас присутствует. Она очень значительно облегчает труд при строительстве. Без него я бы, наверное, страдал. А вот это что? А это как раз вот это и есть пароизоляция финка. Она в разных размерах у нас и разных формах. Вот, можете посмотреть. А почему у нас еще осталось недотраченное? А, у нас еще и потому, что недостроен дом. Вот, можете посмотреть, она вот финка. Финка есть вот. Ну, заметно. Это все будет использовано. А куда это будет использовано? Ну, потом я тебе покажу уже когда-нибудь. Также вот большой помощник, это вот инструмент. Это что? Кто в теме, тот вырежешь потом. Он, правда, немножко грязненький, не продул воздухом. Он вчера очень сильно трудился. Вот. Торцовочком. А вот... Снято! Знаешь потом. Ну, я что могу еще добавить сейчас в этой серии? Все рассказали, в принципе. Это в целом, да. Могу рассказать по окнам, сколько цены, сколько вышли окна, если кому интересно сказать. С монтажом. Ну да, если кто хочет узнать цену этих окон, то, что вы полностью остеклили, напишите в комментарии, кто хочет узнать цену, я отвечу вам. Сколько это нам обошлось? А что это мне еще не бывает? А ты кнопочку REC. А ты REC включил вообще? Ага. Значит, что снимает. Я хотела вот так развернуться и вместе с вами в кадр подозрить. Не получится. Не получится. Что дальше? Это все, да, вот. Я уже говорю, вот, сейчас потом вставишь, смонтируешь. Снято. Дубль-вобль. Дубль-вобль, да. Дим, а здесь сейчас вырежешь финал? Ну, финалочка, блин, ну. Ну, сам, обусапо, поставишь, чтобы как обыграть. Вот, по первому впечатлению, что-то вроде бы сейчас нудно что-то все рассказали, не так смешно, как в предыдущей серии, наверное. Да нет, не смешно. Не угораем, все грустно, ценам дорогие. А почему грустно-то тебе? Все весело, да, вот именно. Я переживаю за больших цен. Татьяна, надо добавить, что с низкими копечными ценами любой дурак проживет, а попробуйте сейчас вот прожить, да? Таким дуракомши найти надо. Дмитрий, давайте будем честными. Благодаря развитию Сибириан Веллнесс, чеченского здоровья, мы можем позволить себе стройку. Спонсор нашей стройки Сибириан Веллнесс. Не забываем. Все, выключаем его. Да, давай. До скорой встречи. Даже на 30, обалдеть, вы что там снимали?